Всем привет! Добро пожаловать на канал Рокингеймс! Сегодня вышло долгожданное последнее крыло Каражана, Шпиль. И скоро все карты Каражана будут уже открыты и доступны, и можно будет состоять много классных дек. Итак, первым, с кем мы сразимся, это будет Тень Арана. Имеет героическую способность, пассивная сила героя, оба игрока получают плюс 5 к урону циклинаний. Плюс 5, в отличие от обычного режима. Против Тени Арана будем играть магом, убивать будем его же оружием. Клин клином, как говорится, вышибают маг против мага. Посмотрим, кто из нас крутой маг. Оуу, какой грозный. Секреты убираем. Секреты нужно разыгрывать через ученого. Да, вот приходит ученый. Замечательно. И лечилочка, да? Первый дроп тоже есть, отлично. Болтливая книжка, которая даст какое-нибудь заклинание. Забытый факел. Очень даже круто, между прочим. Потому что его можно будет разыграть. И он вернется к нам в руку. Так, в лицо. Секрет. Да, похоже, у него всегда первый ход, это монетка и секрет. И секрет этот будет венец пламени. А так как это будет секрет венец пламени, то нужно бить не ученым, а книжкой, чтобы Ауешк убил ученого, и мы получили секрет какой-нибудь интересный. Заклинание, это так весело! Да, вот, срабатывает венец пламени, умирает ученый. Мы получаем секрет раздвоения, что также очень круто. Секрет, когда противник атакует, вы наносите 10 единиц урона всем остальным противникам. Также хочется отметить, что способность силы героя уже наносит не 3 единицы к урону заклинания, а 5. И тень арана имеет дополнительные 15 единиц брони. Ну, правда, уже 13. Так, раздвоение, да? Ну, придется тратить заклинания, чтобы играть по темпу. И нужно очень следить за своим здоровьем. Иначе просто можно будет подохнуть буквально за несколько ходов. Поэтому сейчас я, конечно, должен буду разыграть стрелы. Главное, чтобы сейчас не было контр-спелла. Опять венец. Давай венец. Венец пламени. Да, венец пламени, но у меня уже 10 здоровья. Но борду он не контролит. Ладно. Ставлю секрет и потом буду уже лечиться. Он тоже ставит секрет, кстати. Может быть, обычным этим пролечиться? Нет, я ставлю... Оживленные доспехи. Чтобы... О, нет. О, фу, не венец пламени. Я чуть не зафейлился. Тут обычная броня. Похоже, у него только два таких секрета. Да, у него стандартная колода, 30 карт. Видимо, он уже все использовал. Два вот таких секрета. Я чуть-чуть не зафейлился. Фух, пронесло. Иначе бы он у меня на халяву забрал доспехи. Ну, в принципе, он и так их на халяву забирает. Вспышкой, да, забираешь у меня. Стол. Так, мне хватит, в принципе, и продраваться. И еще и секрет. Поставить. Ой. Просветительницу, которая лечит. Благодаря секретам. Ну, надеюсь, больше АОЕшки у тебя нет. В лицо идет, да? В лицо. Я не хочу у него ученого убивать. Очень не хочу. Поэтому я буду его игнорировать. И идти в лицо. И дальше лечиться на 4. Если что, у меня есть еще ледяная глыба. Да, он все-таки хочет меня вскрыть глыбу. Оу-оу-оу-оу, только не по лицу, пожалуйста. Секрет у меня не должен быть скрыт. Хоть куда, но не в лицо. Хоть куда, но не в лицо. О, я нормально выживаю. Я выживаю пока еще. Хватит на заклинание. Так. Оу-оу, 12 единиц урона. Отлично. И за одну единицу маны. Всего лишь за одну единицу маны. Мне хватит и на пушку. Супер. Правда, теперь есть секрет у него. Блин, надо было сперва пробить в лицо, а потом стоять секрет. Так, похоже, у него контр-спелл, да. Две ауешки на 10 он потратил. И это правильно, в принципе. Если бы у него было больше таких ауешек, то он бы с легкостью сносил все колоды. Так, ставим щит. Лечимся. Есть, в принципе, какой-никакой стол. Оу-оу, ауешка. Да. Печаль, печаль. Печаль. Ну ладно. Мана змея не ставлю. Ух ты, контр-спелл, да? Чучела не будет, значит. Ну тогда можно ставить мана змея. Но в этой катке я, конечно, допускал ошибки. И, скорее всего, тут не получится у меня победить. И это будет оправдано. Хоть кто-нибудь выживет, нет? Нет. Не сегодня. Еще и на 3 единицы, да? Совсем плохо. Рагнарос, пожалуйста, давай. Ну туда же не знаю. Наверное, лучше в лицо, чтобы потом каким-то с пылом добить. Да, лучше в лицо, мне кажется. Потому что Рагнарос один ход явно не переживет. Нет, он идет не в лицо. 5. Да, он забирает легко с пышкой. Ой. Ну тут нужно надеяться только на топ-дек. Еще и контр-спелл совсем плохо. Да, маг обыгрывает меня по полной. Ох, пиробласт. Себе в лицо пиробластом, заряди-ка. Ой, вспышка. Мана змеи вонючий приходит, который меня ни капельки не спасает. У него не было заклинаний. Не было заклинаний. Но тут нужно идти в лицо. Тут контролить смысла нет. Контролить смысла нет. Рывок нет. Либо контролить. Нет. Контролить смысла нет. Потому что эти две единицы урона он, во-первых, не убивает. А если придет какое-нибудь заклинание, то он и так убивает. Тут 5 единиц спелл дамага. Вспышка. Ух ты. Неужели он меня им затыкает? О, приходит топ-дек. Аллилуйя. Прощай, тень арана. Я доказал тебе, что мой маг круче. Ух, потная катка была, потная. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся. Пишем комментарии, у кого, как, какой колодой получилось убить этого потного мага. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok